Офис Тамбовской IT-компании. Сегодня здесь трудится около полусотни человек, которые занимаются разработкой и созданием мобильных игр. Многие сотрудники – победители конкурсов для начинающих айтишников. Такие команда проводит ежегодно. В этот раз это конкурс «Троеборье», который включает в себя несколько дисциплин. Одна из задач – анимация персонажа. На примере одного из наших персонажей из нашей новой игры можно посмотреть, как строится процесс костной анимации. И с примерно такими же задачами столкнется участник конкурса. Все примеры и все картинки, соответственно, задания опубликованы и с ними надо будет работать. Дмитрий Шувакин, что называется, заболел играми еще в детстве. Будучи специалистом по связям с общественностью, он сам активно участвовал в конкурсах для таких же, как он. На всероссийском уровне представлял прототип собственной настольной игры. Спустя годы интересы распространились и на виртуальное пространство. А сам Дмитрий теперь следит за процессами создания мобильных игр. От написания сценария до релиза. В первую очередь организаторы ждут заявок на конкурс от молодых специалистов, студентов IT-специальностей или тех, кто интересуется технологиями и, к примеру, хочет сменить сферу деятельности. Задания, к слову, уже опубликованы на официальных аккаунтах компании. Аниматор, геймдизайнер и повелитель нейросети – основные номинации этого конкурса, но участвовать можно и сразу в трех дисциплинах. Общий призовой фонд – 100 тысяч рублей, а еще более ценным может оказаться возможность стажировки в компании в перспективе и предложения о сотрудничестве. Дефицит кадров в IT отмечают в компании был всегда. И сейчас, когда технологии все больше проникают в разные сферы жизни, требуется немало специалистов узких направлений. Подобные конкурсы помогают работодателям познакомиться с перспективными молодыми людьми, а начинающим IT-шникам развиваться. «Найти область перспективное, обучение в этой области перспективное. Парк входа стал гораздо ниже. Огромное количество знаний, лекций, информации, которые можно самостоятельно впитывать сейчас есть. Будет еще больше. Огромное количество курсов, которые позволяют первый страшный этап, страшные шаги сделать и понять, что в этом можно развиваться». На выполнение заданий у участников конкурса есть около двух недель. Итоги подведут 9 апреля. Юлия Савушкина, Илья Тырса, Александр Кобзарев. Область новостей.